Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. И сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Советская Чуваша» Владимир Васильев. Сегодня поговорим о том, чем живут печатные СМИ сегодня. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, телезрители. Еще задают вообще вопрос, а вообще живут ли печатные СМИ? Да. Ну, раз вы здесь, значит, вы живете. Я вот очень рада вас здесь видеть. Печатные СМИ очень активно развиваются, ищут свою нишу, находят какие-то новые продукты. Поэтому говорить о том, что традиционные СМИ как-то уходят, они уже не уйдут. Вот то, что есть, это уже дно нащупано, скажем так. Другое дело, сегодня выигрывает тот, который идет... Читатель сам к тебе не приходит уже. Нужно идти за читателем. И вот именно такие акции совместные с почтой, как Декада, льготные подписки, помогают нам идти, опять же, навстречу читателю и экономить его средства. Хотя сама Декада понятия – это не новое, но, скажем так, что каждый раз новые цены, новые подходы, новая акция, они, конечно же, помогают как-то удержать, или даже не удержать, а понять родным и любимым читателям, дать понять родным и любимым читателям, что газета с ними, и никуда она не уходит. То есть нужно сказать, что в эти дни началась льготная подписка на издание. Нет, да? С какого по какой? Давайте обозначим все-таки. Она уже началась с 16 мая и будет продлиться она до 26 мая, то есть 10 дней. Для того, чтобы принять в Декаде участие, издания должны снизить от 10 до 15% свою цену на газету, это называется каталожная цена. Только при этом условии почта снизит свою доставочную на 20% стоимость. И таким образом у нас, получается, чуть ли не 30% снижается вообще стоимость газеты подписку на полугодие. Если говорить про советскую Чувашию, то мы являемся, ну, я думаю, можно это так и называть, единственная республиканская газета, да, которая выходит три раза в неделю. Объемы у нас те же самые, они не меняются там 10-20 лет, за неделю все то же самое люди получают, но три раза в неделю, и это является форматом ежедневной газеты. Таким образом, человек за полугодие, за ту сумму, которая вот, вернее, минус 30% в момент подписки вот в эту Декаду, он получает 78 номеров за полугодие. Формат ежедневной газеты для нас это очень важно, потому что это большой труд огромного профессионального коллектива, который делает качественную прессу, и награду на федеральном уровне, они это подчеркивают, нам это очень приятно. Хорошо, тогда наполняемость. Вот что читатели находят на страницах ваших газет? Какие основные темы? Что затрагиваете? Что можно увидеть? Смотрите, мы поняли одну вещь, что, по сути дела, газета себе никогда не изменяла, и она всегда была общественно-политическая газета. У нас очень много проблемных материалов, и критических материалов тоже, хотя ряд людей начинают там упрекать, но это шаблонное понимание, что государственные СМИ, они вроде как никакой критикой. Слушайте, я со многими могу публично поспорить, что наша критика похлеще другой. Мы обращаем на проблемы не только связанные с уровнем 1 миллиона, мы обращаем проблемы и на уровне 5-10 тысяч, где людей обманули на такие суммы. Кроме ряда изданий в республике, нас и других, мало кто вообще эти темы поднимает. И поэтому у нас очень активно ведется переписка с населением, нам до сих пор пишут и письма бумажные, и электронные. Все это есть, мы общаемся, и поэтому, скажем так, интерактив, это нам помогает быть все-таки, всегда держать, скажем так, на пульсе, рук на пульсе. То есть обратная связь с читателем у вас прямая, постоянная, и вы реагируете на все запросы? Даже элементарная вещь, если мы сделаем ошибку, начиная от кроссворда и программы где-то, да, и заканчивая неправильным, я не знаю, там, написанием деревни, хотя она и так, и так может, слушайте, ну, я думаю, в этой деревне столько людей не живет, да, сколько нам звонков поступает с таким прям вот упреком, но мы это все воспринимаем как плюс, значит, люди читают, и у нас такие рубрики интересные появились, как «Машина времени». Это ретро-рубрика, она вообще, ретро-журналистика, она очень и модна, и читабельна, и очень хорошо, скажем так, проходит. «Машина времени», где мы через материалы советской Чувашии раз, ну, за столетия, да, мы как раз открываем, не комментируя, просто показываем, вот-вот-вот-вот-вот, что в 1939 году, что было в 1949, в 1969, в 1989, вы знаете, это такой некий срез, получается, а как вообще люди воспринимали действительность вот в то время, на что? Там, условно, были объявления, что до революции люди пишут объявления, верните, пожалуйста, кошелек с деньгами, и вам будет большое спасибо. И люди возвращали, видимо, раз объявления вот эти были. Для нас это как бы немножко очень так... Это показатель, да? В наше время, да, или там кто-то увел лошадь, он говорит, верните через газету лошадь, поставьте туда-то, вот, и больше так не делайте. Но, видимо, люди возвращали. А язык как-то менялся? Вот сейчас говорят, что люди не любят читать длинные тексты, и вообще это сложно. Вы знаете, есть еще такая тема. Я вот когда пришел в газету, начал смотреть подшивки. И очень многие вещи, которые мы делаем сейчас, вот, и многие выдают, как за изобретение велосипеда, условно, да, оно вот так и остается. Не надо изобретать велосипед. Многие вещи в журналистике уже все продумано были, особенно в газетном традиционном формате. Были большие тексты, я не спорю, но были и очень маленькие заметки. И вот этот вот формат заметок, да, где в одном слове смысл там на целую страницу, да, вот, писали маленькие материалы. Не только крупные какие-то. Это талант особый. Ну, это вот советская журналистика, она владела, пишем мало, но думаем много. Я про то, что единственное, что в газетах, конечно, уходят сейчас в репортажные какие-то материалы, очерки, но в нашем коллективе есть большое количество журналистов, которые владеют этими, скажем, этими искусствами в совершенстве, и поэтому мы это периодически, периодически печатаем этим материалом. Но читатель получает не только статью или какую-то большую заметку, у вас все-таки большое количество фотографий, которые отражают такую, и порой могут сказать даже больше, чем тысячу шуток. У нас очень большой фотоархив, мы ежедневно делаем несколько тысяч фотографий, но я вот в целом хотел сказать, что читатель получает не просто тексты и информацию, через газету он получает эмоцию. Почему вот Министерство информополитики у нас сейчас тоже продвигает эту тему, читать это модно, именно, скажем так, мы пытаемся уловить вот именно некую через эмоциональную окраску, читать это, мы понимаем, что это не будет по 100-200 тысяч, да, 200 тысяч это только если бесплатно будет распространяться. Человек, который оформляет через подписку и покупает ее в киосках, он будет относиться к газете как к любому другому продукту. Он будет требовать качества, он будет требовать, а качество это не только сам продукт материализованный, это еще и качество текстов, качество фотографий, и в современном мире все-таки потребителя, если уже про эту тему говорить, обмануть невозможно. Если тебе не понравится один-два выпуска, я буду другое что-то читать. Да, конечно. И поэтому здесь никого не нужно обманывать, честным быть выгодным. Хорошо, ну давайте напомним еще раз, когда у нас подписка закончится, это льготно, и вообще в течение года можно ли еще в каких-то акциях, может быть, поучаствовать, или вы там, может быть, какие-то проводите розыгрыши, подарки. Да-да-да, Галина, смотрите, мы сейчас говорим именно о декаде подписки, которая идет через почту. И сразу встает вопрос, а что, кто не успел до 26-го подписаться? Через почту действительно там будут, ну, цены уже побольше будут, вот так скажем. Но есть еще подписка через нас непосредственно, через Советскую Чувашию. И вот здесь мы можем найти разные варианты в зависимости от расстояния. Там в любом случае будет дешевле, чем у почты. И поэтому этот момент тоже у нас внизу выходных данных газеты есть все телефоны, поэтому по возможности связывайтесь с нами, мы все разъясним. Вот, еще раз говорю, с 16 по 26 число в мае будет проводиться вот эта вот годная подписка. И я думаю, что вам, всем зрителям, которые являются нашими читателями, удастся подписаться и уже со второго полугодия получать заново нашу газету. Владимир, спасибо большое за то, что пришли, поделились новостями. Всегда очень приятно видеть вас у нас и читать ваши материалы. А нам всегда приятно приходить с коллегами и в такой дружеской атмосфере обсудить и проблемы, и какие-то заслуги наши. Я вам оставлю наш номер сегодняшний, поэтому читайте газеты, читать это модно. Спасибо большое, с удовольствием ознакомимся с новым выпуском. Спасибо. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова